Дорогие ютубианты и ютубиантки Интересно послушать всем Надо сказать, что к этой лекции я шел долго-долго-долго и упорно Собственно, я ютуб-канал и сделал для лекций о еде Это мне единственное, что действительно нравится Я всегда всю жизнь мечтал читать лекции о питании И даже не собственно о питании, а именно о еде, о приготовлении еды и так далее И в дальнейшем я планирую, может быть, и продемонстрировать какие-то вам свои кулинарные способности Но в разумных пределах Потому что раскрывать все карты в семейной жизни нельзя Иначе супруга перестанет готовить Шутка Сегодня фигурантами нашей лекции будут четыре продукта Первый продукт это Слёдочка С картошечкой С лучком Вещь Ну и заодно тут столовые приборчики Тоже разложены для этих целей Слюньки уже потекли Так, ножи подальше, страшные они какие-то Так Селёдочка Посмотрим Ну, селёдку не пробовал Так что тут сейчас будет ещё и дегустация Так, ну Экстра класс Ну, картошечка ещё Такая Близзотей Оттеняет Оттеняет вкус Сельди Давно я селёдочки не ел Ну Конечно, быстренько-быстренько-быстренько Не про питьё, а про еду Сегодняшняя у нас лекция Ну, так просто символически Быстренько И сразу уберём Сразу уберём За ваше здоровье За то, чтобы у вас всегда был отменный аппетит И вы всегда ели прекрасные, вкусные, здоровые продукты Вот мы об этом сегодня и поговорим Ваше здоровье Я не могу оторваться Вот В принципе Решил только обозначить тему Но Там ещё другие продукты же Ну вот не могу остановиться И всё Ребята, ну что такое Ну уж больно хорошая вещь Надо бы ещё Ну вот мы салфеточку положим Салфеточку Рис Рис Ещё бля шармен Чё шарбет шамадада Длинненький рис Каждая рисинка по отдельности Даже безо всего Без приправ Без, так сказать, там Какого-то основного блюда Потому что, ну риск, как правило, гарнир Очень вкусно Я ещё попробую Ну, руками его есть Трудновато, потому что Очень рассыпчато Это не узбекский Вариант Рис люблю Часто ем Но, конечно, рис Эта еда Не наша Это Восток Ну и отчасти Европа, конечно Ризотто никто не отменял Средиземноморской кухни А вот это вот По-нашему Греча Гречку Я обожаю Я её даже стараюсь Не портить Какими-то Дополнениями Типа там Гуляш, ещё что-то Котлеты Просто Чистая гречка Ну, немножко с маслицем, конечно И Ну, может быть, с ломтиками сыра Вещь Гречку обожаю Это третий наш продукт И, наконец, четвёртый Наш продукт Вот Это Чё это такое? Гриб Какой-то Наташ, ну, что такое? В квартире какие-то грибы растут Гигантские Ну, что тут Украину-то разводить Вообще Я не знаю Ну, где мы живём? Москва Современный город Ну, следи как-то вообще Я не знаю Ну, что это такое? Фальш-старт Вот Дынька Дынька Надо сказать Не очень пахучая Потому что Не сезон, конечно, сейчас Но разрежем Посмотрим Что она из себя Внутри представляет Вот Ну, дыню уже, конечно Как вы тоже понимаете Я очень люблю Я вообще большинство продуктов люблю Вот У нас Если так вот В семье Честно, откровенно То Основной едок-то я Я даже Когда за Наташей ухаживал Я её водил Там по каким-то Уж совсем дорогим ресторанам Чтобы Покорить Очаровать Ну, значит Всё это Заказываю Она там Немножко Чё-то поклюёт Говорит А можно Ну, это я с собой возьму Потом Дома доеду Говорит Наташенька Конечно, можно А у самого Сердца Прям Обрывается Думаю Может быть Чем-то я и не угодил Вот Я уж и В африканские рестораны Вводил И в рыбные И в любые Ну, вот как-то Не очень она любит есть Наташа Наташа очень любит Вот одежду Это вот Прямо Её такая Как у всех Женщин Слабость Но поесть Ну, как Все женщины Там Пирожные Там Конфетки Шоколадочки И то Очень умеренно А так Чтобы вот Борщичок На второй Навернуть Какую-нибудь Там Курочку Это Вот Дыня Сладкая Сведобная Ну, конечно Вот так На четверочку Ну Зима Так Дыни пахнет Все хорошо И она Хорошая Свежая То есть Не лежала Ничего То есть Такая Крепенькая Съедим Настоящая Дыня, конечно Это Туркменская Такая Овальная Полупрозрачная Ну, вот Четыре продукта Четыре продукта Почему я их выбрал Для вот такого дебюта Передача О еде Ну Они, конечно Мне все нравятся Но Это не показатель Потому что Мне, в общем-то Почти все нравится Я вам скажу Могу перечислить Все продукты Которые мне не нравятся У каждого человека Есть какие-то Вот такие Индивидуальные Особности Непереносимость Ну Физическое Физиологическое Ситуационное Культурное Не знаю Вот У меня Я Я не люблю Солянку Вот Такую Жирную Солянку Советскую Мне ее В детстве Постоянно Готовила Мама Она Человек Военного Поколения Для нее То, что Повкуснее Значит, то, что Пожирнее Я был маленький Ребенок Пища тяжелая И Нет, мне просто Плохо было А мне насильно Как-то так Пичкали И перепичкали Я ее вообще Терпеть не могу Хотя Такая капустка Там Ну, допустим Квашеная Капуста Там Щи Борщ И Цветная Капуста Обжаренная Там В поневолочных Сухариках Так Все С удовольствием Но Именно Вот Эта Солянка Такая Тушеная С мясом Терпеть Не могу Ну И Как-то С детства У меня Так Не пошли Вот Эти Холодные Супы Окрошки Все Вот Их Может Если Так Правильно Приготовить Они Вкусные Но Тоже Это Были Как Пионерские Лагеря Там Как-то Все Так Грустно Ну Собственно Все Все остальное Я Ем С удовольствием И Огромное Количество Есть Продуктов Которые Просто Для меня Связаны С какими-то Событиями Жизни Про них Много Можно Рассказывать Но Вот Эти все Продукты Это Нет Привязки Каким-то Моим Интересным Питографическим Особенностям Причина Тут Другая Почему Я их Объединил Вот Все Эти Продукты И Селедка И Рис И Гречка И Дыня Они Отвратительные Их Есть Невозможно Для Человека Вот Как он Человек Биологическое Существо Homo Sapiens Все Эти Продукты Непереносимы И Они Нам Кажутся Вкусными Потому Что Головной Мозг Создает Такую Вторую Реальность Он Убирает Отрицательные Их Отвратительные Качества Мы Их Не Замечаем И Нам Кажется Что Это Прекрасная Еда Нет Здесь Никаких Проблем Ну Относительно Селедки Еще Там Люди Конечно Понимают Сейчас То Что Я Выпил И Закусил Не Советую Самый Страшный Удар По Внутренним Органам Это Вот Водка Селедка И Лук Если Вот Это Прямо Все Время Есть То Одного Раз Даже Достаточно Если Человек Зрелого Возраст Что У него Там С поджелудочной Поэтому Сильно Не Советую В Качестве Закуски Не Годится Вот А Относительно Дыни Риса И Гречки Я Думаю Подавляющим Большинство Людей Даже Не Поймут А Что Здесь Такого Вот А Такой Вот Есть В Целом Вот Моя Передача Она Посвящена Классификации Продуктов То Есть Мы Довольно Отчетливо Понимаем И Как Правило Понимаем Правильно Степень Опасности Продуктов Есть Есть Продукты Очень Вкусные Но Они Нездоровые Там Копченая Колбаса Например Острые Какие-то Специи И так Далее Человек Для себя Вот это Понимает И Помечает Но Существуют Коварные Продукты Которые Кажутся Нам Обычными И Совершенно Безопасными Которых Можно Есть В неограниченных Количествах А на самом Деле Это Продукты Тяжелые Они Хорошие Они Вкусные Они Полезные Но Они Тяжелые То есть Их Трудно Переваривать Если Их Есть Постоянно То Постепенно Накапливаются Негативные Какие-то Последствия В организме И Взвестный Период Он Перестает Справляться С нейтрализация Ну И Вот Я Выбрал Такие Продукты Для Такой Затравки Продукты Обманки Ну Начнем Подробно Селедка Это Самый Простой Вариант И Вы Частично Я думаю Про это И догадываетесь Ну Существует Такая Известная Известная Советская История Про Вьетнамцев Которые Жарят Селедку И Достаточно Один раз Пожарить Эту Селедку Чтобы Полгода В общежитии Студенческом Стояла Страшная Вонь Это Действительно Так То есть Сельдь Рыба Очень Жирная Но Кроме Того Что Она Жирная У Нее Есть Очень Сильный Неприятный Рыбный Запах Очень Сильный Такой Запах Есть Во всех Рыбах Но Селедка Она Какая-то Такая Сверх Вонючая Поэтому Люди Ее едят Только В соленом Виде В соленом И Как правило Ее там Еще Отмачивают В уксусе Лимонной Кислоте Чтобы Нейтрализовать Вот этот Запах Отвратительный На Западе Селедку Как это Непарадоксально Жарят Как и Вьетнамцы Вот Но Я скажу Вам Больше На Западе В самых Развитых Странах Жрут Тухлую Селедку Вот Например В Швеции Якобы Такое Действительно Национальное Блюдо Вот Вы можете Посмотреть То есть Там Эта Селедка Она Бродит Сама В себе Где-то Год Она Там Хранится И В консервах Ее Раздувают Это Испорченные Консервы И вот Эти Консервы С тухлой Селедкой Их Даже Невозможно Вскрыть Потому Что Если Вскрывают Оттуда Фонтан Гноя Мгновенно Костюм Испорчен Свитер Стены А Держится Год Запах Потом Его Ничем Не Выведешь Поэтому Они Вскрывают Эту Селедку В воде Ну Или на лоне Природы Там Где-то Полуголой И тем Не менее Они Ее едят Что там Такого Хорошего Там Ничего Хорошего Нет И реально Ее можно Травануться Но Если Постоянно Есть Конечно Там Адаптируется Организм Там Правильно Как-то Что-то Заедать Там И так Далее Ну Вроде Там С алкоголем Тоже Там Вроде Ничего Выживают Но Ничего Хорошего В этом Нет То есть Селедка Еда Она Очень Плохая Но У людей Какая-то Вот такая Завеса Причем Завеса До такой Степени Что Они Даже Тухлятину Это Жрут Причем Ну Где В Швеции В общем-то Развитая Страна И Там Полно Свежей Пищи В чем Дело Дело В том Что Сельдь Это Особая Рыба Она Находится Внизу Пищевой Пирамиды Она Питается Планктоном И Собирается В огромные Косяки И Только Недавно Люди Выяснили Насколько Большие Эти Косяки Вот Эти Косяки Сельди Они Могут Занимать Объем В 5 Кубокилометров И При Этом На Каждом Кубическом Метре Одна Две Три Четыре Будет Селедки То есть Их Миллиарды В Одной Только В Одной Ставе И Ее Очень Легко Ловить То есть Бросать Не Вот И Просто Вот Значит Там Все Это Идет И Конечно Ну Такая Кормовая База Она Оказалась Настолько Уникальной Что Люди Там Плюнули На Ее Отвратительный Вкус Ели Ее Постоянно И Собственно Вот Весь Север Европы Он Вырос На Селедке Там Очень Бедные Почвы Холодно На Хлебе Особо Не Подымешься И Вот Тот Уровень Та Плотность Населения Которая Была В Северной Германии Довольно Приличная Для Северных Стран Отчасти В Англии В Голландии В Швеции Это Благодаря Селедке Селедка Это Основная Еда Это Пища Бедняков На Селедке Люди Сидели Жили Селедка И Чуть Попозже Картофель Появился Который Можно Было Выращивать На Северных Этих Почвах Селедка С Картошкой Это Еда На Которой Сидели Немцы Всю Жизнь 95% Населения Больше Там Ничего Практически Не Ели Еще Хлеб Какие-то Продукты Животноводства Брюков Еще Что-то Но Без Селедки И Картошки Населения Там Было Больше Раза В Три Больше Просто Не Выдержали Начался Голод И Очень Интересно Посмотреть Как Там Много Стонут Чудовищные Жизни Русских Крестьян Но Сравнить Как Жили Крестьяне Немецкие На Селедочке Картошечке Там Допустим Крестьянское Хозяйство Семья Дети Карликовый Надел Какой-то Микроскопический Земли Вот И там Допустим Корова Есть Это Не Самая Бедная Семья Что Такое Это Корова Корову Эту Доят А Молоко Не Пьют Даже Детям Не Дают Молоко Все Отдают Продают А На Полученные Деньги Покупают Селедку И Картошку И Селедки Картошки Хватает Чтобы Содержать Большую Семью А Вот На Молочке На Мясе Не Получится Вот Так Ну И Вокруг Этого Существует Конечно Какой-то Культ На Западе Этой Селедки Селедка Там Основной Продукт Питания Там Лет Триста На Севере Бисмарк Однажды Сказал Что Если Селедка Стоила Столько Сколько Черная Икра То Народ Конечно Выбрал Селедку И Есть Сорт Селедки Известный Немецкий Селедка По Бисмарковски Кстати В детстве Не знаю Как сейчас А в моем детстве Было Много Всякого Рода Таких Детских Приколов Но Один Из Приколов Спрашивали Что Такое Висит На Потолке Зеленое И Свистит Вот Люди Думали Думали Там Дети Ничего Ответить Не Могли Но Им Нужно Было Ответить Селедка Они Спрашивали А почему Селедка Висит На Потолке Ну Потому Что Ее Повесили А почему Она Зеленая Ну Зеленая Потому Что Покрасили А почему Свистит А Свистит Чтобы Никто Не Догадался На На Селедка Зеленая Селедка Это Официальный Термин Немецкий И Зеленой Селедкой Называют Селедку Несоленую Они Ее Так же А к Вьетнамцам Хрумкают Жарят В масле Но Они Конечно Делают Какие-то Там Телодвижения По Нейтрализации Отвратительного Запаха Да И Вкус Селедки На Самом Деле Не Очень И К тому Жил Селедки Мелкие Кости При Вымачивании В уксусе Они Растворяются Вот Если Жарить Они Там Сильно Достают А Чтобы Понять Естественный Вкус Селедки Вот Даже В единственной Форме Где Она Более Менее Приемлемая Вот Соленая Просто Попробуйте Хорошую Красную Рыбу Покушайте Без хлеба Безо всего Такую Соленую Попробуйте Поешьте А потом Попробуйте Селедку Кусочек Она Просто Вам В горло Не полезет Какое-то Мыло Такое Обмылок Рыбежир Какой-то Понимаете Ну Все Мы Разгромили Ну Вот Селедка Пищи Северных Народов В России Селедку Никогда Не ели И не считали Ее за еду Не Потому что Был Неразвит Рыболовецкий Флот Морской Это тоже Но Селедки Ее много Было В Каспийском Море И Она Плавала По Волге Косяками Поэтому Ее было Достаточно Ее называли Бешенкой И до 60-х годов Ее в рот Не брали До 60-х годов 19-го века Для русских Она была И Дурной Такой Рыбой Которую Есть Нельзя Ей Частично Кормили Скот Делали Удобрения Вытапливали Из нее Жир А вот Чтобы есть Нет Ну а потом Под влиянием Немецкой Культуры Конечно Селедка В 20-м веке Это влияние В России Почему она Стала так Популярной Это Общая Нищета Жизни Ну и влияние Очень большое Германии И Англии И там И там Сельдь Очень Популярна Ну и И немцы И особенно Англичане Они Не славятся Хорошей Вкусной Едой Кухни Пойдем дальше С селедкой Мы Разобрались Ну а что вы хотите Человек же Он все видит Перевернутым С ног на голову У него камера Обскура Вот эти глаза И когда ребенок Рождается Он все видит Перевернутым А потом У него Мозг Ставит фильтр И все становится На свои места А если носить Специальные очки С призмами Где все будет Перевернуто Через какой-то период Тоже мозг Адаптируется И будет смотреть Все нормально Вот Мы живем В общем-то В матрице Сам мозг Это и есть Структура Которая порождает Матрицу Однако Перейдем К следующему продукту К рису Ну и селедка В общем-то Так понятно Я не думаю Я просто так Акцентировал Вы Может быть Так Ну Больше стали Об этом задумываться Но рис-то Ну чего Диетический продукт Хороший В нем Какая Отвратительность А вот Советую Вам Посмотреть Интернет Неприятный Запах Риса Вот Все будет Завалено Этим Особенно Что касается Неприятного Неприятного Запаха Пропаренного Так называемого Риса Который Обрабатывается Он Не варится А зерна Обрабатываются Паром Чтобы Сохранить Питательные Вещества Которые Находятся Оболочки Рисовых Зерен И Сэкономить Там Тоже На Его Обработке Улучшить Хранение И так далее Дело в том Что рис Очень хороший Абсорбент И он В себя Впитывает Все запахи И Например Если Дома Накурина Вы можете Выставить Миску С рисом И он Впитает Все запахи И очистится Помещение Но Он Естественно Впитывает В себе В том числе Запахи Самого Себя Особенно То есть Они и есть Природные А Когда Происходит Вот это Выпаривание То Он В себе Эти запахи Свои Очень В концентрированном Виде Впитывает И начинает Пахнуть Уже Явно Ну И в интернете Что это мифология Что тут Какой-то там Китайский рис Ложный Что там Мышиные Какие-то Экскременты Попадаются Какие-то Жучки Там Копаются Что есть Сорта Рисопахучие Вот Отвратительные А есть Хорошие Там Все это Действительно Оно Присутствует Может быть В том или ином Случае Но У риса Есть базисный Неприятный Запах Запах Такой Гнили Тины Гнилых Носков Он У Человека Поскольку Ну Рис Это вообще Базисная Еда Это просто Там Селедка Ладно Но Что такое Китай Без Риса Там Ну Это Просто Вот Никакого Китая Нет Не Все Умерли Бо С Голоду И Это Основной Основной Продукт Питания Фактически Такой Хлеб Тоже Как И Селедка И Мудрый Организм Он Все Это Блотирует Все Рис Замечательный Прекрасный Хороший Ну Естественно Там Рис Как Правило С Приправами Употребляют Используют Рис Для Приготовления Плова Вот Поэтому Чистый Рис Такой Он Еще И маскируется Вот Этими Разными Вещами Ну Вот Такой Запах Там Есть И Чтобы Его Не Замечать Нужно Общее Культурное Такое Культурное Давление И Нужно Какое-то Количество Довольно Значительное Этого Риса Съесть В детстве Когда Пичкают И Ребенок Не совсем Понимает Качество Продуктов Тогда Он Адаптируется И Может Его Есть Более Менее Свободно Вот Такой Вонючий Рис У У нас Что Кажется Странным Потому Что Так Обще Люди Считают Что Обычный Такой Приготовленный Рис Вроде Особо Запаха И Нет А Вот Понюхайте Дальше Гречка Гречка Собственно Ее Злокозненность Понятно Уже Из Названия Гречка Это Греческая Каша Каши Которые едят Греки Кстати По-английски Гречка Будет Каша Они Взяли Вот Это Русское Слово И Называют Гречкой Просто Русское Слово Каша Называют Гречку На Востоке Черным Рисом А Как Называют Гречку Сами Греки Греки И Итальянцы Кстати Называют Ее Турчанка Например Чехии Словакии Называют Гречневую Кашу Паганкой А по-французски Гречка Сарацинка То есть Арабка И Такое Древнее Название Европейское Гречки Это Татарка Откуда Все эти Названия Почему Они Такие Разные Все Очень Просто Вот Есть Понятие Баби Лето Это Осень В наших Средних Широтах Когда она Теплая Солнечная Говорят Вот Баби Лето Откуда Такое Название Чтобы Понять Надо Знать Что Допустим Северная Америка Назвает Такое Лето Оно Там Такое Баби Лето Оно Там Такое Еще Более Роскошное Там Действительно Фактически Такое Второе Здание Лето Они Называют Его Индейским Летом Значит Бабья Индейская Значит Ненастоящая Фиктивная Поэтому Гречка Это Просто Плохая Каша Почему Она Плохая Черная Черный Рис Ну Внешность Ну Понимаете Подумаешь Ну Цвет Такой Темноватый Что-то Я Еще И Захотел Не Могу Держаться Ребята Вкусная Гречку Нигде Не едят Кроме России В России Производится Более 50% Мировой Добычи Не Добычи А Урожая Гречки А Если Считать Сопредельные Государства На которые Россия Оказала Влияние Ну Прежде всего Украина Белоруссия Там Эстония Через Казахстан Там Все 70% На Западе Гречневую Кашу Не едят Ее Последнее Время Стали Пропагандировать Выличились Ее Посадки Продажи Но Это Считается Такая Целебная Каша Диетическая Которую Надо есть В маленьких Количествах Которая Дорого Стоит В общем Это Не Продукт Повседневного Питания А По своим Свойствам Гречневая Каша Очень Хорошая Там Много Микроэлементов Она Она Питательная Она Прекрасно Хранится Пожалуй Лучшая Крупа Которая По По Степени Сохранности Ну Вот Но Раньше В 17 Веке Есть Сведения Что Гречки Все-таки Довольно Много Ели В Европе Но Ели Вынуждены Потому Что Гречка Она Очень Неприхотливая Она Растет На Очень Бедных Почвах Северных Бедных Почвах Если Уж Ничего Посеять Нельзя Ну Хотя Б Гречка Хоть Какой Набор Будет И Урожай У нее Небольшой У нее Урожай Там Где-то Два Три Раза Меньше Чем У Пшеница И Гречка Убила На Западе Две Вещи Первая Это Картошка Картошку Тоже Можно Выращивать На И Конечно Все Гречишные Поля Сразу Засеяли Картошкой Как Только Распробовали Во-вторых Ее Контрольное Выстрел В голову Добила Эпоха Минеральных Удобрений Потому Что Бедную Почву Стало Просто Улучшать И на Ее Можно Было Выращивать Нормальное Зерно Ну И Конечно Гречка Не Выдержала Конкуренции Но Причина Вот Такого Плохого Отношения Гречки Другая Другая Причина Дело В том Что Гречка Она Горькая Как Это Непарадоксально Вы Этого Не Помните Потому Что Вас Гречкой Пичкали Естественно С детства Вот И Первые Там Десять Тарелок Этой Гречки Там Кривились И плакали Потому что Она Вот Имеет Горький Привкус Достаточно Отчетливый Неприятный Но Потом Организм Адаптируется И Этого Не замечают Но Лучше всего Адаптируется В детстве Если Взрослый Человек Начал Есть Гречку Ну Тоже Может Адаптироваться Адаптируется Но Медленнее И Когда Иностранцы Впервые Пробуют Гречку Они Спрашивают Русских Ну Чего Такой Горькой Каши Идите А русские Даже Не понимают О чем Сумасшедшие Что Хорошая Каша Вкусная Вот Так Пойдем Дальше Дыня Вот Дыня На самом Деле Из Всех Вот Этих Продуктов Самый Отвратительный Самый Отвратительный У Дыни Дыня Разумеется Очень Полезная Она Ее Правда Нельзя Есть В Больших Количествах Ну Каждый День Дыни Есть Нет Но Салатиках Можно Каждый День Понемножку Там В отличие От Арбуза Много Разных Полезных Веществ Вот Конечно Не нужно Злоупотреблять Потому что Там Химия Понятно Эти удобрения Но Сам По себе Она Вполне Хорошая Безобидная Вот У нее Запах Отвратительный У нее Запах Хуже Чем У Дуриана И Этот Запах Он Полностью Блокируется У Человека На 180 Градусов Ему Кажется Что День Пахнет На Благоуха Это Гнилостный Запах Отвратительный Потому что Дуриан Он На самом Дели Пахнет Серый Серый Неприятный Но Это Запах Такой Не Животный А Он Уже Такой Химический Поэтому Не Так Противно А Это Запах Такой Разлагающейся Плоти Такого Гноя Если Вы Хотите Поверить Мне На Слово И Хотите Почувствовать Как Действительно Пахнет Дыня Я Советую Взять Кусок Дыни Такой Сочный Положить Его В Полиэтиленовый Пакет И Туда Засунуть Такой Солидный Кусок Копченой Курицы Вот Эти Запахи Они Смешаются Вы Понюхайте Это Вас Вырвет Вот Реально Вырвет Это Это невозможно Вынести Вот Такой Запах Отвратительный Дынь Он Иногда Пробивается Если Дыня Немножко Подгнила Перезрела Вот Такой Запах Его Человек Чувствует Через Все Эти Виртуальные Фильтры Вот Ну В общем Продукт Гадкий Вот Так Вот Так Ребята Но Мы Живем В своем Виртуальном Мире Поэтому Все Это Надо Есть Селедочку Не Злоупотребли Вот Все Надо Есть Но Если Хотите Знать Надо Знать И Мне Кажется Это Знание Важно Для Может Быть О том Что О чем Я буду Говорить В следующих Лекциях Буду Горить О других Продуктах Которые Они Может Быть И Сами По себе Хорошие Для Хомо Сапиенса И Хомо Сапиенс Он Их Не Переворачивает На 180 градусов Он Их Воспринимает Как Хорошими И Они Хорошие Но Все На самом Деле Не Так Легкие Приятные Хорошие Продукты Оказываются Достаточно Тяжелыми Но Иногда И наоборот Вот Об этом Мы Поговорим Наташа Сколько У нас Минут Осталось Сколько Мы Говорим 50 Хорошо Тогда Еще У нас Будет Пятый Продукт Хлеб Хлеб Всему Голова С Корочкой Хростящей С Молочком Хлеб Очень Люблю В принципе Ну Кроме Дыни Это Вот Тоже Таких Три Вида Хлеба Основного Питания Ну А хлеб Он И Есть Хлеб Вы Наверное Сейчас Подумаете Что Я Разгромлю Хлеб Скажу Что Его Есть Невозможно Натуропильный Никогда Не Ешьте Хлеб Нет Ребята Все Не Так Просто Хлеб Это Предмет Сакральный Кстати Между прочим Гречка Она В индуизме Сакральная Там Есть Такой Пост Где Можно Питаться Только Гречкой Ну Это Такая Локальность Там Для Некоторых Мясностей Локальных Каст Вот А хлеб Это Продукт В христианстве Причащение Хлебом Вином В иудаизме Вот И Поэтому Вокруг хлеба Много чего Понаверчина Все Мистифицировано Вот Люди Старшего Поколения Советского Наверное Помнит Психоз По поводу Хлеба Что Хлеб Там Всему Голова Там Борьба За хлеб За урожай Там Так Грузились Начиная С детского Сада Что Хлеб Никогда Нельзя Выбрасывать Если Вот Какие-то Крошки Вы Соберите Съешьте Что Разные Обыча Народов Что Допустим Там В Средней Азии Если На столе Хлеб Нельзя Говорить Неправду Там Грузят Грузят Какой-то Такой Ерундой И Причем Это ерунда Она И в ту И в другую Сторон Ну Например Если Мы Возьмем Взаимоотношения Между Евреями И Христианами То есть Иудаистами И Христианами Вот Поскольку Значительная Часть Средств Массовой Информации В той Немной Степени Контролируются Евреями Они Развели Колоссальную Такую Деятельность По Повод Того Что Заквашенный Хлеб То есть Не маца А вот Хлеб Значит Дрожжевой Он Очень Вредный Что Там Какие-то Дрожжевые Бактерии Отвратительные Там Они Разъедают Внутри Организм Там Эти Грибы Прорастают В мозг Там В общем Какая-то Ахинея Примерно Такая же Как С обрезанием Есть Серьезные Исследования Диссертации На Западе Защищаются Там Врачами Евреями Учеными Биологами Евреями Они Доказывают Что Обрезание Стимулирует Интеллект Человек Там Вот эти Болевые Какие-то Центры Раздражаются После удаления Крайней плоти В главном Мозге И вот Они стимулируются Мозг Начинает Быстрее Расти Функционировать И поэтому Евреи Такие Вот Умные Ну Про что Про это Мы говорить Не будем А вот Самим Евреям Которых Естественно Довольно Много Среди Моих Слушателей И зрителей Потому что Евреи Во-первых Довольно Много Живет У нас А во-вторых Евреи Народ Умный Вот И Я В общем-то Часто Как-то Шучу Но Иногда Мои Лекции Достаточно Интеллектуализированы И Конечно Наверное Особенно Это Интересно Ну Вот Я Евреев И могу Сказать Что Евреев Евреев Нету Дело В том Что Еврей Это Метис Гибрид Белого И Араба Вот Араб Взял В себе В жены Белую Женщину Европейку Или Европеец Взял В себе Арабку У них Родился Ребенок Мальчик Или Девочка Вот Это Вот Есть Евреи То Есть Такой Национальности Не Существует Она Появилась В зрелом Периоде Мировой Истории Уже В новое Время Так же Как Появились Новые Нации В Латинской Америке Там Других местах На островах Многих Там Смешанное Население Но Такого Древнего Народа Мулаты Нет И нет Такого Древнего Народа Евреи Предлагаю Вам Над этим Подумать Это Осмыслить И Не Обижаться Поэтому Еврейский Национализм Он Очень Смешной Смешной Потому Что Люди Что-то Бесятся Кричат Что-то Доказывают И Это Делают Когда Другие Народы Это Тоже Часто Бывает Очень Смешно Иногда И Жалко Но У Евреев Кроме Все Прочего Это Очень Как Приобретают Фантасимагарические Формы Потому Что Они Говорят То Чего И Не Было Но Сами В Это Верят То Допустим Никогда Евреи Не Жили В Палестине И Государство Израиль Такое Же Новое Образование Как Допустим Государство Либерия Которое Было Основано Выходцами Из Соединенных Штатов Америки Которые Вернулись Обратно В Африку И Отчасти Были Смешанными У них Текла Какая-то Белая Кровь Не буду Про это Особо Говорить Это Уж Я Так Как-то К месту Или Не К месту Ну Вот В общем Дело С хлебом С хлебом Мистифицирован Какие-то Эмоции Непонятные Вот Хлеб Продукт Достаточно Капризный И действительно Он Быстро Плесневеет Плесень Вредная Поэтому Несвежий Хлеб Ну Если не брать Сухари Сухари Это отдельная История Там Это Другой Продукт Вот Несвежий Хлеб Такой Вот Он Перепрел Немножко Все Выбрасывать Надо Все Просто Выбрасывать И место Где хранится У вас Хлеб Его Периодически Нужно Дезинфицировать Протирать Спиртом Все Вот Эти Емкости Какие-то Хлебницы Долго Не держать Выбрасывать Вот Там Год Эта Хлебница Там Она Побыла Выбрасывать Она Недорогая Выбрасывайте Купить Другую Вот Это Продукт Такой Вот Не то Что Нездоровый А Вот Антисанитарный Во-вторых Хлеб Конечно Чрезвычайно Перехвален В нем Реально Нет Никаких Таких Конечно Скрытых Проблем Как Вот В этих Продуктах Хлеб Никогда Ни у кого Не будет Вызывать Отторжение Отвращение Хотя Есть Проблема Глютена Но Это Просто Такая Генетическая Значит Это Проблема Генетики А не Кулинарии И Биологии Хлеб Содержит Огромное Количество Крахмала Практически Это И Крахмал Крахмал Это Такой Бесцветный Порошок Который В организме Человека Под Влиянием Тислот И Других Ферментов Разных Он Быстро Превращается В сахар Поэтому От Хлеба Такой же Эффект Как От Усиленного Употребления Сахара То есть Человек Быстро Полнеет У него Наступают Какие-то Пограничные Ситуации Которые Провоцируют Заболевание Диабетом Ну и так далее И так далее На самом деле У людей Как правило Со словом Крахмал Ассоциируется Картофель Потому что Действительно Крахмал Вот его добывают Делают Из картошки Но Картошки На самом деле Не так много Крахмал Нет там 20% С чем-то А в хлебе 70% Просто Из зерна Трудно Добывать Чисто технологически Это крахмал Зерно Нужно Как-то Молоть Обработать Обрабатывать Ассоциируют А картошечку Порезал И пожалуйста Поэтому Добывают Дешевле добывать Из Картошки Вообще Крахмал Это Хлеб Но Ничего такого Вредного Особенного В крахмале Нет Просто Нужно его Есть Хлеб Гораздо Меньше Мы его Переедаем Особенно Русские Переедают Потому что Это традиционная Еда И хлеб Конечно Это Тот продукт На котором Поднялась Вся Цивилизация Дело в том Что Хлеб Это Такой Суррогат Мяса Берется Зерно Оно Перемалывается Туда Добавляется Закваска Происходит Брожение И возникает Такая Структура Напоминающая Скорее Плоть Скорее Мясо А не Растение И организм Ошибается Он Считает Что Это Мясо Мясо Для него Приоритетный Продукт Поэтому Хлеб Просто Жевать Мять Рвать Резать Очень нравится О всех Культурах Разрезание Крова Это Очень Приятная Процедура И Конечно Переломить Хлеб С кем Беседовать Это Признак Доверия Симпатии Вот Хлеб Такой Продукт Который Примерно Если так Абстрагироваться От Каких-то Прекрасно Душных Слов Примерно Похож На Следующее Почему Крупные Животные Не едят Дерево А потому Что Если бы Они Это Дерево Ели То Ничего Не было Ну Представьте Себе Какая-нибудь Там Свинья Она Может Жрать Деревья Ну Она Съела Все Деревья Все Она Размножилась Сначала Миллиардные Поголовья И Потом Сдохла Сама И Соответственно Леса Через Какие-то Столетия Выросли Снова Если Не Произошли Глобальные Изменения Климата Я думаю Что В Биологической Истории Так Периодически И Происходило То есть Там Говорят О каких-то Экологических Катастрофах Связанных С Ввержениями Вулканов С Метеоритами Ну Вот На самом деле Вот Ад Это мы То есть Сами Зверушки Они Сами Себе Обслуживают Появляется Такой Сверх Зверь Который Жрет Дерево И Все Катастрофа Вот Возьмем Например Бобров Ну Маленькая Зверушка В принципе Как она Сильно Гадит Вот Завелись Бобры Вот Рядом С вами Там Что Они Что Невероятно Они Валят Огромные Деревья Загораживают Там И делают Запруды Там В общем Такое Впечатление Как будто Вот Взвод Солдат Там Поработал Реально Ты Вот Просто Такой Маленький Начат Шапочка Такая На Четырех Ножках А Если Вот Эти Бобры Они Жрали Дерево Они Просто Там Делали Из Запруды Так Мудро Разрешает Длительное Время Питаться Деревом Только Мелким Существом Термитом Например Термиты Жрут У них Есть Специальные Бактерии Для этого Внутри Они Целлюлозу Перерабатывают И могут Есть Дерево Каков Отсюда Следующий Ход Очень Простой Человек Берет Термитов Начинает Искусственно Разводить И Кормить Ими Например Тех же Свиней Свиньи Это все Равно Она Термит С удовольствием Съест И живого И Перемолотого Какого-то Через Такую Дополнительную Ступень В принципе Человек Может Есть Дерево То есть Дерево Едят Термиты Термитов Ест Ну Человек Может И термитов Есть Но Они Отвратительные Человек Не сильно Любит Есть На Это Не Рассчитан Свинюшки Съели Термитов А Он Съел Свинюшку И Вот Он На Вершине Пирамиды И Он Сжирает Деревья Но Для Этого Нужен Достаточно Высокий Уровень Технологии Там Возникают Фабрики И так Далее Но Смысл Именно Вот В этом И Хлеб Вот Это Именно Оно И Есть Это Человек Благодаря Хлебу Становится Практически Травоядным Животным Он Может Жрать Траву И На Одной Траве Питаться На Сене Просто Фактически Путем Переработки В хлеб И Превращение Его В Такое Псевдо Мясо Поэтому Конечно Значение Хлеба Огромное И так Далее Но Это Суррогат Суррогат Это Неестественная Еда И Хлебом Мы Питаемся Очень Мало Ну Даже Взять Русских Ну Таких Хлебоедов Конечно Хлебоедов Ну Сколько Они Хлебом Питаются Ну Несколько Тысяч Лет Это Не Так Много А Человек Существует Ну Достаточно Так Похоже Биологической Как Экологической Конструкции Миллиона Два Лет И он К переработке Хлеба Вот этого Постоянного Он не очень Готов Так же Как Скажем К молоку Нечеловеческому Молоко Коровье Оно Это Совсем Другое Млекопитающее Человек Может быть Он там Мог бы Пить молоко Более-менее Без вреда Мышиное Или Крысиное Потому что Он Произошел От этих Животных А корова Она очень Далеко Отстоит От Другая Совершенная Ветвь Млекопитающих И Это Животное Травоядное Там Если Брать Пищеварительную Систему Коровы И Человека Там Просто Ну Абсолютно Разные Животные Там У нее Несколько Желудков Там Ужас И Обмен Веществ Совершенно Другой И Коровье Молоко Является Ядом Для Человек Но Это Огромный Тоже Бонус И Человек Как Клещ Вот Он Впился В Несчастную Корову Стал Высасывать Молоко И Многие Погибли А Какие-то Племена Где-то Они Выжили И Дали Потомство И Вот Как раз Русские Это Потомки Таких Тоже Не Только Хлебоедов Но И Молокохлебов Или Молокососов Коровьих У них Нет Оторжения Молока Кстати Мне Голову Запудрили Сильно Ну Я Так Где-то Прочитал Что После 40 лет Уже Не Нужно Натуральное Молоко Пить Нужны Какие-то Кисломолочные Продукты Ну И Стал Это Делать Хотя Мне Молоко Всегда Нравилось Причем Молоко Еще То Советское Отвратительное Сгустками Но Все равно Так И Отлично Вот А Недавно Я Что-то Решил Молоко Попробовать Во-первых Это Совершенно И С Хлебушком Так Оно Пошло Так Пошло И Никаких Непобочных Эффектов Ничего Все Отлично То есть Никаких Генетических Проблем У меня С Молоком Нет И Не Было И Все Прекрасно Переваривается И 58 Лет Вот На Этой Теплой Светлой Оптимистической Ноте Я Хочу Закончить Ну Относительно Хлеба Может быть Вот Завершим Сейчас На Западе Популярна Вот Эта Палеодиета Когда Говорят Что Молоко Человек Король Пьет Не так Давно Хлеб Тоже Ест Не так Давно Надо Возвращаться К истокам Истоки Это Овощи Натуральные Фрукты Там Бананы Все Апельсины И Мясо Самое Примитивное Грубо Обработанное Мясо Иногда Даже И сырое И рыба Это то На что Рассчитан Хомо Сапиенс Ну Позиции На самом деле Не совсем Верная Там Есть Какие-то Спорные Моменты Но В любом Случае Для человека Мне кажется Должно Отложиться Что хлеб Это Продукт Немножко Тяжеловатый Тяжеловатый Вот Относительно Картофеля Я заметил Вот В России Большинство Людей Оно Согласно Что Картошку Так Все Есть Картошку Да А вот Хлеб Вроде Ну Чуть Будет Ну Съешь Хлеб И Все Единственное Там Человек Толстеет А вот Так Уминать И Нормально Все Не совсем Нормально Организм Работает Не совсем В стандартном Режиме Когда Переваривает Хлеб Его Особо Грузить Не нужно И Поэтому Хлеба Лучше Есть Мало И Может быть Даже Вообще Не Есть Но Это Уже Конечно Такой Перебор В любом случае Когда человек Ест хлеб Он должен Понимать Что это Не основная Хорошая Простая Еда А это Вот Такой Довесочек Некоторое Такое Блавство Ну Так же Как Десерт Кекс Мучной На этой Светлой Теплой Оптимистической Ноте Я хочу Завершить Присылайте Свои Отзывы Комментарии Предложения Критикуйте Подписывайтесь На наш канал Присылайте Донат Ну И вообще Так я Вот Едой Решил Заняться Я могу Сильно Заниматься Мне Это Тема Интересная Поэтому Вы уж там Решайте Или остановить Голковского Направить его На другую Куда-то Стезю Либо Говорить Дмитрий Евгеньевич Давайте В следующий раз Вы расскажете Как правильно Жарить Картошку Я с удовольствием Но решать вам Вот Я попытался Быть Забавным Интересным Не знаю Насколько У меня это Получилось Поздравляю Всех Дам С праздником Святого Валентина Праздники Уже прошли Хотел Пораньше Сделать Передачу Но Не получилось Немножко Со здоровьем Были проблемы Тем не менее Поздравляю вас До новых встреч Ну и традиционно Постскриптум Все-таки Надо посмотреть Что это за грипп Такой Твердый Пищит Ты что пищишь С Чернобыля Что-ли Твердый Как деревянный Да Ну вот так вот В Украине Это идиот Да Ничего не имею Против украинского народа Я сам На одну четверть Украинец Между прочим До новых встреч